Ну что, курочки мои, цветики сипные, яйца есть, умница, просто умница. Всем привет, друзья! Всех хочу моих подписчиков поблагодарить, те, которые подписались на мой канал, те, которые подпишутся. Пишите комментарии, друзья, и будем вести диалог. В сегодняшнем блоге, или в сегодняшней серии, оператор смеется, хочу поделиться. Свет дали. Свет дали. Ура! Представляешь, как хорошо? Умницы! Пожалуйста, света не было. У нас света не было, друзья. Я Марии говорю, давай, доча, наверное, начнем снимать, потому что я все приготовила, с утра встала, и у меня все лежит, а к обеду надо готовить. Хлеб успел выпечься. В общем, вот так, я хочу поделиться с одним, с одной историей, короче, так. А ну посмотрим, какой хлебушек. Он еще шкварчит, что-то крыло мама режет. Ох, какой хлеб! Смотрите, друзья, ну обалденный хлеб. Оцените, пожалуйста, мамин труд, да? В общем, вот так. Сейчас я еще его вот так порежу. Значит, вот этим хлебом, друзья, вот таким испеченным хлебом, все мое детство прошло. Я вам сейчас расскажу маленькую предысторию, пожалуйста. Послушайте меня. Значит, смотрите, я уже говорила, что я грузинка, с города Кутаиси. Жили мы на окраине города. За, вот мы, заканчивается Кутаиси, и тут же начинается село. И тут же у нас аэропорт был. Вот, капитнарь, если кто спросит. И в этом селе, это село называлось Квитири. Кто меня смотрит, мои кутаисцы, они подтвердят. Там, в Квитирской хлебопекарне, пекся вот такой хлеб, друзья. Вот почему, мне даже моя знакомая говорит, Нателла, почему ты не печешь формочка хлеб? Я говорю, нет, ты понимаешь? Вот это у меня связано, мое детство. Значит, они как были, вот такой, вот такой точно ширины, вот точно такой ширины, вот такие сантиметров 50, и три штуки вот так друг к другу прицеплены. Не знаю, я не форму так их клали. В общем, не знаю, мои хорошие. Вот этот хлеб мне напоминает мое детство. Так что, друзья, те, кто будут смотреть, мои кутаисцы, пишите, Квитирский хлеб помните? Как на свадьбах все время. Ну, это очень долгая история будет, друзья мои. Я хочу, вот, поделилась хлебом. Я его не месю руками. Ну, как руками месю, конечно? Ну, не ложкой. Все пропорции добавляю туда. Вода, мука, соль, сахар, масло. И все, друзья, вот так мешаешь. Потом конвертом делаешь. Ну, в общем, вот так, хотела поделиться. Теперь поехали, доча, сюда. Значит, друзья, вот. Вот это называется ювка. Это на турецком языке. Потому что в Греции вот это вот делают сами. Своими руками. Кто не может делать, тот заказывает на пикарне. Там тоже идет по-домашнему, как говорится. Чтобы всем было ясно, я хочу сказать, что греки в Греции есть села, даже те говорят на турецком языке. Вот я где была села. Я точно знаю, что в том селе, правильно говорю, дочь? В том селе говорили между собой бабушки на турецком. Помнишь, даже когда ты приезжала, слышала? В общем, вот так, друзья мои. Это называется ювка. Значит, здесь у нас яйцо. И замешано на кислом мацони. Мацони. Дальше. Тут у меня грудка. Две грудки. Я предварительно ее отварила. Помыла. Сейчас все равно помыла. Высушила. Нарезала. Здесь у нас лук. Здесь морковочка. Вот. А здесь бульон. Вот. Процеженный бульончик. Значит, готовим такой легкий супчик. Значит. Включаем печь. Вот, надо было предварительно включить, конечно. Но ничего страшного. Так. Я вот на 4 человека, друзья, я наливаю 4 ложки. Я привыкла, вот как в Греции работала. В таверне. Там все. Повар считал ложками. Не знаю. И один у него был кофейный этот. Блюдце кофейное. Вот в этом блюдце он наливал и мерил. Ну, там зависимости от блюд было. Вот. Все. Накаляется масло. Друзья. Отправляем лук. Лучок. Но мы ничего не жарим. Мы пассируем. Как сказать. Не доводим до... До жарки. Вот сейчас он чуть-чуть пас... Ой, извините. Пашкварчит. Вот так. Подойду сейчас морковочку. Наймая девочка. Вот так. Пашкварчит он сейчас, друзья мои. И... Я потом буду показывать потихонечку все. Вот. Начинает он шкварчить чуть-чуть. Показывай, давай. Показываешь? Ага. Вот. И отправляем сразу морковочку. Сразу. Вот чуть-чуть он начинает шкварчить. Шкварчить и шквар... Ну, короче. Мне почему трудно... Я вот иногда думаю на грузинском, разговариваю на русском, а подготавливаю по-гречески. У меня шкварчить еще была салкинская гречанка. Вот салкинские греки разговаривают на... Похоже на азербайджанский. Ну, вот так вот, мои хорошие. И у нас тут живут очень много греков. И в Грузии жили тоже очень много греков. Вот так, мои хорошие. Вот, друзья, показывай, Мария. Вот как у нас выпарился лук и выпарилась морковь. Видите, она у нас не поджарена, а просто выпаренная. Как бы высушена. Теперь сюда отправляем грудку. Уже заранее предварительно отваренная. Ее тоже на минут пять. Вот так. Чтоб такой вкус припредал. Немножечко. Вот так вот. Потушится. Конечно, грудинку уже тут нечего выпаривать. Она наоборот сейчас все, что тут есть, она все прихватит себе, друзья мои. Вот прошли у нас минут пять. И мы отправляем бульон, друзья мои. И вот так потихонечку бульончик. Так. Друзья, у меня когда варилась грудка, я ее предварительно подсолила. Но бульон у меня было бульона мало. Я добавила еще до того. Вот теперь я уже пробовала. Оно не соленое. Бульончик не соленый. Вот сейчас я досолью чуток вот так ложечкой. Да вы все это знаете, мои хорошие. Вот. Вот так помешаем. Так. Давай ювка, зай. Ювка. Отправляем. Смотрите, какой желтенький. Это на одном желтке я это месила. Даже белок не добавляла. Мои хорошие. Мы сейчас это... И будем еще кошаками делиться. И они... Я их тоже кормлю нашей едой. Вот то, что мы готовим. У них свой корм есть. Но мы еще и супчик даем. Они очень любят бульонные. Мы уже дали мелкое. Она так поела. Мелкая. Пушина наша. Так. Все. Мы ювка закинули, мои хорошие. На этот супчик идет только укроп. Только укроп. Больше ничего. Вот так. Укропчика. Так. Вот так. Сейчас еще. Еще ложечку. Еще ложечку. Три ложечки добавлю. Сейчас уже зелень пошла. Такая хорошая зелень на рынке продается. Говорят, что, мол, с Грузии везут. Сейчас зелень с Грузии едет. Не знаю. Так. Вот так. Добавим. Дадим полный газ. Так, мои хорошие. Вот так. Сейчас все сварится. И потом покажу вам. Вот так, мои хорошие. Все готово уже. Так, это вот так. Вот такая красота у нас получается. Вроде бы простой, да, обед, смотрите. Тут же ничего нету обычного мяса. Необычного. А, необычного. Вот. Это куски мяса. Грудинка. Вот это ювка. Друзья мои. Это греческая. Вообще. Это давно, давно, давно еще. Вот когда я первые годы ездила в Грецию. Вот бабушку одну обслуживала. И она меня научила вот это готовить. И вот с тех пор, ребята, вот берешь только на желтке, желтком. Ну, летом я когда буду делать, покажу. Мы будем делать. Я ж не знала, что стану блогером и записала бы это в ролике. В общем, вот так, мои хорошие. Готовьте. Очень легкий суп, полезный. И наши кошаки тоже едят. Они так любят этот суп. Прям с ума сходят. В общем, вот так, мои хорошие. На этом хочу попрощаться. Пишите комментарии, мои хорошие. Я все честно рассказываю. Все от души говорю. Никакой фальши. Я сама такая, что я не люблю ни обманывать. И предательства не приемлю. Ни за что, ребята. В общем, вот так, мои хорошие. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Дальше будет еще интересное. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok